на ремонте вот такая кофемашина De Longe Perfecto с поломкой делает слабый кофе. сначала было предположение что речь идет о заворачивании. он действительно был в не очень хорошем состоянии нужно было снять почистить видео о том как это сделать есть в интернете я снял но тут еще было много скопленного не молотого кофе но все дело не закончилось этим все равно слабый кофе ну и в общем то пришлось разбирать и обратить внимание на мельницу разбирается просто снимается сначала задняя крышка откручиваете винтики и снимаете крышку потом видно где боковую крышку два винтика откручиваете снимаете и затем уже видно что вот здесь вот откручиваете два винта и снимаете верхнюю единственный нюанс это вот снятие после после того как верхнюю сняли есть доступ к мельнице она просто вынимается больше ничем не держится единственный момент это вот для того чтобы снять вот эту часть нужно вытащить пробочку поддеваете маленькой отверточкой или ножичком подделе и здесь крестовой винтик откручиваете внутри и тогда когда снимаете этот флажок снимается вот эта крышка что дальше дальше тоже непросто собственно проблема была в том что вот здесь вот выход с мельницы вот здесь вот сюда кофе заходит а в бок выходит этот выход был забит это после того как пробочку сняли откручиваем вот этот рычаг и тогда верхняя крышка снимается и тогда можно снять вот эту штучку но сначала здесь у нас вот такая резиночка которая просто вынимается и вот такое колечко которое на фиксаторах смотрите небольшие фиксаторы их отводим колечко вставляется здесь вот вот так она фиксируется просто фиксаторы отводите это колечко снимаются и тут дальше нужно снять после того как это эти фиксаторы оттягиваются снимается вы можете снять вот этот рычаг эту шестерню и тут нужно теперь можно снять во-первых открутить этот винт обратите внимание что он с левой резьбой то есть откручивается он вот в эту сторону просто шестигранником но этого недостаточно чтобы снять зубья значит нужно снять вот вот этот эту пластиковую часть вместе с наружными зубьями как это сделать смотрите нужно отводить когда едет он так клацает вот эта часть и вот нужно довести его опа перестает клацать смотрите вот тут есть такая вот там вот зазор сейчас не выходит чуть чуть дальше раз и вышло вот вот этой частью она заходит вот 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 сюда видите вот вот сюда заходит поэтому нужно как только он перестает там на пружинках на пружинке клацать вот он так так вы поворачиваете он клац клац оп и вроде бы перестает и выходит из зацепления главное далеко не увести потому что видите вот например вот за вот эта планка шестерня выходит за эту планка дальше не видите потому что там может шарик выйти из с пружинкой но уже теперь можно вынести вынять верхние зубья а если вы открутите винт вот этот здесь еще такие есть есть еще . то теперь может сможете вынять и внутренние зубья и увидеть вот то отверстие через которое высыпается кофе и она была почти полностью забита вот такой штукой видно там кофе оставалась и эта машинка которую был купили возможно там остатки кофе сыростью прихватились и почти полностью забили это окно и он туда не проталкивался и поэтому было мало кофе ну а теперь я почистил в принципе все все шумок здесь и теперь ставлю в обратной последовательности закручу все здесь она тут в зацепление входит и теперь можете закручивается против часовой стрелки потому что винт с левой резьбой ставим все на место в том числе и вот эту штуку вот сюда потом она будет заходить видите вот такой не знаю как показать здесь наружу выходят выступы вот они вот за вот эту пластиковый завод вот на этой пластиковой тарелке вот такой выступ он туда будет заходить поэтому вставляете и и проворачиваете эту регулировку вот так все и он зацепился как выставить правильно назад значит смотрите здесь есть такая метка ее надо поставить вот сюда на на вот этом выступе есть полосочка метка их нужно совместить а на вот этой части когда вы вставляете сюда вот эту прорезь нужно поставить напротив вот этой вот этой риски и это будет среднее положение вы когда поставите сюда верхний флажок по-другому не станет он станет вот среднее положение молотого кофе потом сможете отрегулировать или больше или меньше сильнее слабее по мою я буду ставить сильнее по мою более мелкий а среднее это вот часть когда вы ставите вот здесь и вот здесь собственно все собираю ставлю на место пробую как будет молоть вот эти провода на место ставите плюс куда какой без разницы здесь переменное напряжение но главное в те места куда откуда вы их снимали если забыли то я напомню значит один ставится вот здесь видите пустой вот здесь один ставится здесь возле разъема вот здесь пустой так или так без разницы как поставите так и будет двигатель переменного тока поэтому ему без разницы 220 вольт 50 герц это переменное напряжение все в обратной последовательности собираем и ставим на место и думаю что это полностью решит проблему